Добрый вечер всем, кто смотрит телеканал «Россия». В ближайшие 15 минут с вами проведем мы, студенты БФУ имени Канта Ольга Крукович и Никита Комогорцев. А это значит, что в эфире передача «Вести ВУЗ». И начнем мы наш сегодняшний выпуск с рассказа об очередном открытии. Ученые-консианы расшифровали геном древнего микроорганизма. Сами исследователи смеются, что даже им не удается произнести его название на латинском языке. Голофильные археи Селенархеум, которые изучили в лаборатории Кантианы, привыкли жить и в экстремальных условиях. Так что расшифровка их генома поможет не только глубже понять эволюционные процессы, происходившие задолго до появления человека, но и станет весьма полезна для дальнейшего развития биотехнологий. Почему? Смотрим в нашем сюжете. Родная стихия подопытных – воды озера Баскунчак. Концентрация соли там, как в Мертвом море. Так что этот вид микроорганизмов относится к так называемым экстремофилам. Иными словами, они живут там, где никто больше не сможет. Для развития промышленности и биотехнологий такие организмы – просто клад. Она обладает неким набором уникальных ферментов, которые могут работать при очень высоких концентрациях солей, то есть фактически в любых условиях. Чтобы эффективно утилизировать биологические отходы, которые представляют собой то ли сахариды, белковые отходы, как раз нужны ферменты, которые будут очень эффективно работать в достаточно жестких условиях. Некоторые ученые считают археи первыми живыми существами, населявшими Землю. Долгое время они объединялись в одну группу с бактериями, но оказались для этого слишком уникальны. Многие лаборатории, которые специализируются на работе с археями, уделяют много внимания для того, чтобы построить их классификацию, прежде всего с эволюционной точки зрения, на основе молекулярного анализа. Это даст нам очень мощный материал в понимании эволюции жизни на Земле как таковой. За помощью в расшифровке генома одного из представителей этой древней и родовитой фамилии к ленинградцам обратились микробиологи Московского института имени Виноградского. Именно они ездили за археями в Астраханскую область. Наши специалисты обработали материалы, присланные московскими коллегами, и поместили в специальный прибор полупроводниковый секвенатор. Именно он может считывать сложнейший код природы. Получаем мы нечто похожее на это. Это получаемый очень большой текст, состоящий из, как известно, из четырех букв, как все помнят, из школьной программы. То есть это и есть последствия ДНК, которые определяют уникальность всех свойств и уникальность всех живущих на Земле организмов. Позади сейчас осталась, если не самая легкая, то самая быстрая часть работы. Мы написали книжку. Теперь нам надо понять, что в ней написано, говорят ученые. Иными словами, теперь им предстоит идентифицировать каждый ген, понять, за что он отвечает, как работает и как его свойства можно использовать на практике. Несмотря на разгар летних каникул, не только наши наставники отказываются покидать стены родного вуза. Среди студентов любители провести лето с пользой тоже хоть отбавляй. В университете открылась ежегодная летняя школа. Тема этого сезона – международное право и отношения между странами. Заниматься со студентами будут московские и немецкие профессора. В роли преподавателя выступят также дипломаты. Пляжи на университетские аудитории променяли ребята из Калининграда, Варшавы и Марбурга. В таком составе главную тему летней школы – современное международное право и отношения между странами – горячо обсуждают, еще не дойдя до аудитории. Россия – новый участник Всемирной торговой организации. И мы будем говорить о нормах ВТО на занятиях в этой школе. Россия и Евросоюз выстраивают свое отношение к правам человека. И мы будем обсуждать, как это происходит на наших территориях. В аудитории доктор Нхорн благодарит организаторов. А потом со всей серьезностью обещает студентам – летних поблажек не будет. Зато и в тонкостях европейских законов 77 студентам летней школы запутаться не даст. Те, кто посвятил международным отношениям не теоретические работы, а всю жизнь, уже формулируют рассказ об этом на своих лекциях. Такое соседство с точки зрения Литвы – это дает нам большие преимущества строить взаимоотношения с Россией. И мы расцениваем Калининградскую область как мост в Большую Россию. У нас почти нет языкового барьера, у нас хорошо развивается предпринимательство. Практика ребятам тоже обеспечена. Они уже успели посетить островок Литвы на территории Калининграда. Исторической справкой о своей стране дипломаты не ограничились и посвятили потенциальных коллег в тонкости работы консульства и порядка выдачи литовских шенгенских виз. И о том, кто может рассчитывать на определенные льготы при их получении. На море, как правило, у нас погода изменчивая, поэтому мы за стабильность, за учебу в течение трех недель летом. Все едут на запад, это уже, как я бы сказал, неинтересно. А, к сожалению, таких возможностей приехать сюда, в Россию, немного. Поэтому я использовал такую возможность. Я рад. Жду информации от профессоров из Москвы. Организаторы летней школы обещают еще гостей из Великобритании. Так что аудитории БФУ на три недели превратились в маленький Европарламент. Занимаются в школе на английском и немецком. И те, кто через 5-10 лет будет делать политику приграничного региона, а здесь собрались студенты именно этого профиля, смогут и иностранный язык подтянуть. Тема отношений с ближайшими соседями этим летом оказалась актуальной, как никогда. В БФУ имени Канта выступила с лекции известный европейский политик, защищающий права не граждан Латвии, Елизавета Кривцова. Политологи университета уже давно планировали этот визит. И дело не только в научном интересе. Хотя сам институт негражданства – вещь, конечно, уникальная. В Кантиане множество студентов, которых этот вопрос, что называется, задевает за живое. Лекцию прилежно слушала и съемочная группа программы «Вести ВУЗ». У Елизаветы Кривцовой гражданство Латвии есть. В кармане правильный паспорт по меркам этой прибалтийской страны. Но 300 тысяч ее соотечественников документы совсем иные. В них вписана строчка «не гражданин». Такой больше нет нигде в мире. К сожалению, на данный момент 14% жителей Латвии являются негражданами. То есть они уже где-то 20-23 года не имеют права голосовать. Особенность Латвии в том, что эти люди никуда не уезжали, никуда не приезжали. Они просто жили, работали в Латвии со времен конца Второй мировой войны. И после развала Советского Союза было решено, что теперь они не граждане. Чувство обиды мешает людям проходить процедуру натурализации, сдавать экзамены по истории и латышскому языку. Как результат, запрет голосовать и заниматься некоторыми профессиями. Например, становиться госслужащими. Большинство уезжают на Запад, благо виз оформлять не надо, так же, как и в Россию. Члены семьи Конопелкиных входят в число 3000 бывших неграждан Латвии, которые решили обосноваться в Калининградской области. Они приехали сюда по программе переселения 5 лет назад и сегодня вполне адаптировались. Уже все. Коренные жители. Уже обжились. Уже здесь дом. Переселенец, когда еще переселяешься, а когда уже свой дом здесь, уже знакомые, какие-то вот дом, огород, у детей, друзья, это уже чувствуешь себя полноценным человеком. Одна из причин переезда – желание дать дочкам, а их сейчас у Конопелкиных три – образование на русском языке. Латышский давался с трудом, да и у взрослых членов семьи возможностей карьерного роста не было. Все по той же причине. Я думаю, что им трудно было бы куда-то, потому что все образование дальше 100% на латышском языке. То есть вы должны знать латышский язык не просто на разговорном уровне. Ведь преподавание ведется по предмету, а это специфические слова, обороты речи. Сейчас глава семьи, чтобы не потерять работу, собирается в командировку в Воронеж на целых 80 дней. Новостей о финансовом результате этой поездки будут ждать старшие родственники, которые пока остаются в Риге на положении неграждан. И дочери. Им со временем придется выбирать – учиться именно здесь или вновь уезжать. Эти процессы не интересуют, потому что Калининградская область до сих пор нуждается в переселенцах, до сих пор нуждается в квалифицированных, образованных научных кадрах. И как раз эти граждане, которые, возможно, не смогут мириться с теми проблемами, которые они испытывают в Латвии, то дискриминация, они, возможно, наши потенциальные жители. Сейчас в БФУ учатся 50 студентов-неграждан из Латвии. Останутся ли они здесь работать? Напрямую будет зависеть от экономических условий. Почему русские в Латвии, в принципе, оказываются возвращаться в Россию? При всех тех трудностей, которые они испытывают, о которых много говорится, не так плохо живется в Союзе. Ну, не будем и дальше изменять международные темы. Наша область вместе с приграничными районами Литвы и Польши намерена составить конкуренцию в Скандинавии. И не в чем-нибудь, а в борьбе за туристов, которые мечтают познакомиться с эпохой викингов. В рамках международного проекта «Перекрестки», а его флагманом выступает наш университет, планируется создать музей на Куршской косе и несколько новых туристических маршрутов. Свои фонды должны основательно пополнить и исторические музеи. Для этого организованы археологические раскопки. В Польше они уже закончились, сегодня идут на территории Калининградской области. Причем некоторые находки сумели серьезно озадачить ученых. Почему? Узнаете прямо сейчас. На месте бывшего поселения опроса в Кауп археологи перекопали уже 3000 лет. Хотя задача стояла углубиться лишь до 12 века. Обнаруженное святилище дало понять, что перестарались. Для средневековья находка не характерна. На этом загадки не заканчиваются. Раскопанный скелет лошади заставил археологов напрячь не только мускулы, но еще и извилины. Лошадь, несмотря на свои довольно крупные размеры, находится в очень маленькой яме. То есть для нас ясно, что лошадь была похоронена зимой, но на очень большой глубине. То есть глубина достигает параметра больше полутора метров. Каким образом пруссы, у которых вряд ли что-то было другое, кроме деревянных лопат, могли на такую большую глубину выкопать очень маленькую яму? Новые открытия сделаны и на других раскопках. На берегу Калининградского залива археологи пытаются заглянуть в первую половину третьего тысячелетия до нашей эры. Попадаются в основном осколки керамической посуды. В самом нижнем горизонте пошли материалы, очень известные в Европе, культуры воронковидных кубков. Это первые земледельцы из скотовода в Северной Европе. И пришли они отсюда, они пришли очень издалека, из-под Торуня. И это доказывает, что земледелье из скотоводства здесь, скорее всего, появилось еще на 500 лет раньше. Это уже вторая половина четвертого тысячелетия до нашей эры. За месяц археологи обнаружили более тысячи осколков посуды. Трудятся здесь в основном студенты Балтийского федерального университета. Для многих это уже не первый сезон. Получается неплохая практика. В учебниках там, конечно, все написано, но всегда интересно именно пощупать, посмотреть, чем пользовались люди до нас, что они делали. Все находки ждет реставрация. Археологи даже попытаются восстановить посуду и разрисовать ее. Уйти на это может несколько месяцев. За счет вот этих вот раскопок пополнятся фонды музеев Ленинградской области и Польши, чтобы людям потом было интересно посмотреть, как люди жили тут, на этой территории. Музейные коллекции должны пополниться уже в этом году. После этого они будут доступны широкому зрителю. На этом мы с вами прощаемся. Не забывайте, что все выпуски Вести ВУЗ вы можете посмотреть на YouTube-канале Буфу и Минниканты. Увидимся с вами ровно через две недели на Селеканале Россия. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!